Всем привет! Сегодня начинаю снимать свою очередную рукодельную шивальную неделю, вторую неделю этого года 2022. И начинается она у меня с прибрежного вида в каком-то смысле, потому что я вам обещала, что буду вышивать эту работу на регулярной основе. И я сейчас не ставлю себе каких-то очень больших норм в отношении этой вышивки. Я думаю, что если она у меня будет продвигаться, скажем, на 1000 крестиков в неделю, будет уже, в общем-то, неплохо. Конечно, будет лучше, если она будет продвигаться быстрее, возможно, такое случится. Но если продвижение будет на 1000, то уже все будет замечательно. Я буду считать, что я справилась со своей задачей. Показываю вам, как выглядит работа сейчас. На данный момент у меня вышито 56,8% в ней. Пока я еще не переставляю раму, но уже очень скоро буду это делать. Я думаю, что на этой неделе, наверное, еще раму переставлять не буду, потому что мне нужно сделать, наверное, бэкстич где-то вот здесь тоже в этой части. Дошить сначала все оставшиеся крестики внутри, потому что здесь вот такое пустое пространство. Есть какие-то маленькие здесь окошечки у домиков, тоже их нужно закончить. Ну, может быть, частично вот здесь что-то повышеваю. Ну, то есть я постараюсь выровнять эту работу примерно вот где-то по вот этой вот линии, закончить все, что находится ниже. И тогда можно будет уже переставлять раму, переходить ко второй половине, ко второй части. Ну, вот здесь такие планы, в общем-то, не большие, не глобальные. Ну, как-нибудь потихонечку продвигать эту работу все-таки надо. И помимо этого я хочу начать неделю с замечательного процесса, который мне очень нравится и просто прекрасный. Это осень был пул, да, осенний был пул от Стоник Рик. Здесь я вышиваю вторую букву. И вот хочу, собственно, и закончить ее вышивать. Именно закончить вышивать вторую букву. Не помню, сколько там по крестикам. Давайте посмотрим. На данный момент у меня вышито 25% в этой работе, даже ближе к 26. Полторы тысячи крестиков мне нужно еще вышить на этой букве плюс бэкстич. Поэтому работы здесь еще немало. Я думаю, что мне на пару дней точно хватит. Так что хочу продолжить эту букву и вернусь к вам после того, как это сделаю. Покажу вам, что получается. И там уже определюсь, что же будет дальше. Так, у меня воскресенье, 9 января. И моя буковка готова. Вторая буква в этой работе. Все получилось чудесно, на мой взгляд. Все ниточки собраны снова. И все можно дальше вышивать спокойненько. Здесь буква была немножко более разноцветной, чем предыдущая. Так, давайте я вам покажу буклетик. Напомню, у меня вышиты сейчас вот две вот эти нижние буквы. И буква М, она более разноцветная, чем Н. Тексты немножко поменьше здесь. А сейчас вот эти две нижние буквы, они самые богатые на текст. Дальше, как вы видите, намного букв меньше. Я даже немножечко расстроена этим фактом, потому что мне очень нравится вышивать эти буквы. Я не знаю, я даже не ожидала от себя, что я буду получать такое большое удовольствие от вышивки букв. Вышиваются эти буквы в две нити, ниточкой, которая с переходом, джентл арт. И вышивается каждый стежок отдельно. То есть они вот прям так по стежочку, по стежочку проявляются. Переходы здесь видны. Может быть не очень они так прям бросаются в глаза, но вот я их вижу. И мне вот прям огромное удовольствие доставляет вышивка этих букв. Поэтому то, что в оставшихся больших буквах этого текста будет меньше, мне немножечко даже как-то грустно от этого. Но в целом все равно работа вышивается вся приятно, здорово. Замечательная тыква получилась, подсолнухи, как мне кажется, очень даже неплохо смотрятся. Вышила я за эти дни 1713 крестиков. Ну из них полторы тысячи примерно это именно крестики. И около 400 стежков бэкстича вот здесь вот, что составляет в пересчете на крестики примерно 200. Я довольна результатом. Достаточно быстро вышивается эта работа. Хотя, ну, мне кажется, можно было бы и быстрее, конечно. Но быстрее, к сожалению, не получается. На данный момент готово у меня уже 35% этой работы. То есть треть, даже чуточку-чуточку больше. И я с удовольствием буду продолжать вышивать этот дизайн. Дальше мне предстоит вышивать букву Ю. Она менее многоцветная, то есть она такая вот примерно, как первая буква в моем случае была. И она по количеству крестиков достаточно скромная. То есть там меньше 3000 крестиков. Ну, это с учетом бэкстича. Здесь бэка немного совсем. Ну, в общем, чуть-чуть она меньше по объему. Наверное, самые большие это будут вот эти A и буковка T. Так, ну, пока я эту работу откладываю. Хотя я хотела ее бы завершить в январе. И поэтому, ну, я прикинула, что еще три недели, на самом деле две с половиной недели, если вот эту не считать уже, то есть если я на этой неделе не буду приниматься за этот дизайн, то остается две с половиной недели. И, соответственно, тогда мне нужно вышивать по две буквы в неделю, чтобы закончить в январе. А по сути, я тогда больше ничего успевать не буду, то есть, скорее всего. Поэтому не знаю, как мне поступить. На самом деле, мне сейчас хотелось бы сократить свои процессы. Именно по этой причине я не начинаю ничего крупного. Но как-то вроде хочется и на чем-то одном сосредоточиться. И, ну, это не совсем мой формат, прям совсем на одном сосредотачиваться. Поэтому пока я мечусь, пока я не могу определить для себя какой-то вот идеальный способ рота, поэтому я не знаю, как вообще дальше, что будет происходить. Ну, пока вышиваю, как вышивается. В основном по вдохновению, да, что захотелось, то и вышиваю. Ну, вот так немножечко себя направляю к финишу уже тех работ, которые у меня есть. Вот такой результат. Мило, симпатично, я довольна. Давайте на две буквы вместе посмотрим. Все равно буду раму переставлять. Вот так они смотрятся две вместе в буковке. Уже достаточно внушительно, симпатично, довольно мило. Правда же? Мне нравится. Я прям довольна этой работой. Ну, и в свете того, что мне хотелось бы завершать какие-то начатые работы, у меня на зиму были запланированы завершения двух наборов игрушек. Дизайн Векс и Летти Стич. Я решила начать с Дизайн Векс. Здесь меньше по количеству крестиков нужно вышивать, потому что здесь нужно вышить еще четыре игрушки. Тогда как в Летти Стич там их еще нужно шесть вышивать. Но эти игрушки более сложные, правда. Радует то, что у меня есть теперь перенабор на оставшиеся четыре. И я надеюсь, что дело пойдет веселее. Поэтому вот такие красотки у меня есть. Мне они кажутся очень симпатичными. Нравится мне здесь, что основа блестящая такая, переливающаяся. Хоть на ней вышивать мне потяжелее. Но, тем не менее, я очень даже довольна. Так. Ну, в общем, здесь я планирую тоже сделать как минимум одну игрушку. Хотя, опять же, если я хотела бы завершить эти игрушки в январе, а следующий, ну, в смысле, на другой набор от Летти Стич в феврале, то, соответственно, на оставшееся время мне нужно как-то поинтенсивнее их повышивать. Поинтенсивнее. Но при этом здесь в одной игрушке примерно... То есть на четыре игрушки у меня 6600 крестиков. То есть получается у нас 1650, да, если мы разделим на четыре. То есть примерно это в одной игрушке. И, конечно же, это не очень мало. В целом вышивались они неплохо даже по бумажной схеме. Хотя там схема не самая приятная. Давайте я вам покажу кусочек. Сейчас я немножечко тут загну, чтобы было понятно, куда смотреть. Вот так. Смотрите, видите, вот здесь стрелочки. Здесь есть стрелочка в сторону. Здесь есть какая-то вот такая линия. В общем, здесь на самом деле много значков. Ну, несколько. Но они как-то очень слабо друг от друга отличаются. Вот то, что я говорила про колготки девочек. Тоже, может быть, вы там думаете, что я как-то утрирую? Нет. Вот смотрите, здесь, во-первых, есть, например, треугольнички двух видов, да? Вот здесь вот они чередуются. И вот здесь еще используются в оставшейся части три цвета. То есть вот в этой части используются пять цветов. А здесь у нас так. 24 крестика. Вот в 24 крестиках используются пять цветов. Ну, вот так примерно тут такая схема. И, помучившись вышивать по бумажной, я решила, что все-таки электронная схема мне здесь нужна. Потому что, ну, прямо совсем тяжко как-то различать эти значки. Ну, и, конечно, я еще себе усложнила задачу значительно уменьшив каунт. Но, в целом, я справлюсь. Ну, справилась же с двумя. Дальше должно быть легче. Поэтому обязательно справлюсь. Моя цель сейчас вышить хотя бы одну игрушку. И тогда мы сможем с вами снова увидеться. Ну, вот сегодня уже у меня среда. 12 января я только добралась показать вам ангелочка. Ну, в общем-то, я и вышивала его два дня. Что неудивительно, потому что тут набралось 1532 крестика. Это еще он оказался меньше, чем те три, которые мне остались. Потому что 23% я вышила. Учитывая то, что у меня здесь четыре игрушки в саге. То, соответственно, значит, остальные будут еще побольше, пообъемнее. Ну, возможно, за счет бэкстича. Не знаю, потому что мне показалось, что вот в этом ангелочке бэка было поменьше, чем в этих. Может быть, потому что он один. Ну, хотя вот здесь вот тоже один. Но здесь очень много расшивается подарки. Да, вот эти сапожки, носочки. В общем, наверное, да. Наверное, за счет бэком. Потому что здесь по плотности зашивки, мне кажется, ну, точно не меньше, чем вот эти либо первые ангелочек. Единственное, что здесь попроще, вышивалась елочка. Потому что она вышивается буквально там тремя, ну, четырьмя цветами. Тут еще белый цвет используется. Вот видите, здесь елочка украшается бисером, так по четыре штучки. И вот между ними там белый крестик есть. А так зеленых используется всего три цвета. И достаточно быстро вышивалась елочка. Платье тоже так более-менее все нормально. Ну, как всегда, тут мешанина вот в этих колготках. В сапожках, в прическе у девочки, в лице. То есть, ну, вот какие-то маленькие элементы, они более трудоемкие. А вот которые большие, они легче вышиваются. Бисер по-прежнему тот же самый, золотистый, в крыльях. Используется вот здесь, вот он был. И в остальных случаях красный на елочке, в прическе у девочки. И вот здесь тоже на ботиночках. В целом, игрушечка вышивалась неплохо. Но вот два вечера на такую игрушку мне требуется. Нужно уже сразу закладывать это время заранее. То есть, не рассчитывать, что я сделаю это быстрее. Быстрее у меня не получается с ней. Можно, конечно, сесть и упереться вышить за день. Но обычно я все-таки меньше времени уделяю вышивке. На данный момент у меня вышито три ангелочка из, ну в смысле три игрушки, да, из шести. Вот эти у меня вышиты. И вот эти мне еще предстоит сделать. Немножечко как-то я устала. Когда вот я вышивала, у меня была мысль сразу начать вторую игрушку. В принципе, можно было. Ну вот, надоедает. Почему-то надоедает их вышивать. Поэтому, ладно, одну сделали и на том хорошо. На самом деле я еще повышивала Dimensions, прибрежный вид. Я пыталась вышивать вот по чуть-чуть каждый день. У меня как-то не складывалось в эти дни. И вчера я решила уделить целый вечер прибрежному виду. Неплохо так продвинулось. Не могу сказать, что прям очень хорошо. Но я надеюсь, что может быть еще все-таки я чуть-чуть повышиваю его. И покажу вам в конце этого видео, что у меня получилось. Но там у меня уже 58,8%. Я думаю, может быть, я до 60% дотяну. Было бы здорово. Ну и что я еще хочу? Хочется мне какого-то развлечения. И у меня на январь в том числе были запланированы какие-то новогодние работы еще. И не хотелось бы их откладывать надолго. Потому что хочется такими вещами заниматься. Все-таки зимой как-то вышивать весной. Колокольчик немножечко странно. Хотя вот этот конкретно колокольчик, в принципе, было бы можно. Потому что он такой как бы с клевером. То есть четырехлистный клевер. Удача. И как раз там весной. Я правильно помню, что весной вот этот вот вылетел из головы. Как он называется этот день. День Святого Патрика. Это ирландский праздник. И там символом является, ну одним из символов является клевер. Поэтому в принципе, да, можно было бы, наверное, на весну перенести. В марте, да, вроде бы у нас это происходит. Но происходит это не у нас. Поэтому я сейчас даже вспомнить не могла, как называется этот праздник. И поэтому все-таки для меня этот колокольчик, он больше ассоциируется с Новым годом. Поэтому хотелось бы его сейчас и сделать. Я его уже довольно давно откладываю. И, наверное, надо все-таки к нему приступить. Поэтому достаем все необходимое. Вот. А, ну здесь он выглядит как-то поменьше. Мне уже не так страшно. Потому что здесь он выглядит прям большим. Но не намного меньше. Не намного. Давайте покажу вам еще раз поближе обложку. Вот так он расшивается всевозможными бусинками, стразиками, кристалликами. Здесь у нас мастер-класс по вышивке техникой бисерная гладь. Хотя я не уверена, что это именно гладь. Ну ладно. Окей. Так. В общем, инструкция. Ладно, поизучаем. Здесь инструкция именно, судя по всему, по сборке. Да, полезные советы. Так. И сборка колокольчика. Будем тоже разбираться. Вот, собственно, основа. Так, это нам, видимо, веревочка для того, чтобы потом сделать подвесочку. Да? Вероятно, да. Вот схема еще есть с обратной стороны обложки. И вот так. Опа. Вот так. Пять. Я почему-то думала, что четыре будет лепесточка, а здесь пять. Вам видно или у вас все просвечивает? Вот так. Вот. Вот так вот видно. Пять. Таких вот лепесточков нужно вышить. В целом, ну, не так уж много на них вышивать. Но здесь же еще и сборка предстоит. И, в общем, как-то немножечко. Не знаю. Написано, что я уже успела тут заметить, что вышиваете на основе, чтобы нитка, чтобы мононит не цеплялась. Это, кстати, прикольно. Потому что, когда вот я вышивала, например, ту же снежинку от Вотстич, да, она классная, все здорово. Но у нее вот эти лучики все торчат в разные стороны. Мононит постоянно цепляется. А здесь можно вышивать, ну, вот этой вот квадратной основе. Причем у нее еще уголки скругленные, что ценно меньше будет цепляться. И, соответственно, потом уже вышитую ее как-то отсюда вынимаешь, да, отщелкиваешь, наверное. Ну, да, здесь прорезано, но есть моменты, которые держат этот лепесточек в этой основе. Так, и, соответственно, здесь вот стразики, бусинки, бисер, колокольчики, рубинчики. И, ну, такой вот зеленый в моем случае. В моем случае все зеленое и желтенькое немножко. По цвету вроде бы все соответствует. Ну, так, на первый взгляд, да. Вот, мононить, иголки. Вот такое все красивенькое. Довольно много разнообразного вот бисера и бусин. То есть здесь у нас вот это стандартный бисер, десятка, судя по всему. Здесь уже какой-то более крупный идет бусина 3 миллиметра. Бусина тоже 3 миллиметра. Ну, да, 3. Да, эти вот, значит, покрупнее 3-х миллиметровые бусинки. А, ну, и там уже идут все стразы. То есть, в принципе. Вот такое действие мне предстоит. Вот тоже у меня одна почти отломилась. Вот так, очень говорят, две. Ну, конечно, я буду каждую вышивать по отдельности. Я так понимаю, лепесточки все одинаковые. Вот эти буковки, наверное, обозначают, где, как-то по ним, наверное, можно определить, где лицевая часть. Да, вот, полагаю, что это вот так. Хотя, наверное, по схеме. А по схеме, ну, да, тоже можно прикинуть. Планирую заниматься этим колокольчиком 2 вечера. То есть, вот, вечер среды, вечер четверга. И в пятницу сниму, что у меня получится. Я, вообще-то, конечно, надеюсь, что у меня получится уже полностью весь колокольчик. Я смогу вам показать его готовым. Но если нет, то нет. Покажу, что будет на тот момент. Буду снимать завершающую часть этого видео. Покажу вам колокольчик и прибрежный вид. Так что, оставайтесь со мной. Ну что ж, сегодня пятница. Завершаем эту неделю. И, как вы думаете, успела я вышить колокольчик или не успела? Как вы считаете? Сейчас буду вам показывать, что я успела сделать. Так. Так. Еще. Еще. И вот эту часть я сделать не успела. Четыре лепесточка, или как, детальки, да, из пяти я вышила. Честно говоря, все-таки я рассчитывала на то, что у меня получится вышить все пять деталей. Ну, может быть, думаю, сборку не успею сделать. Но, хотя сборка здесь, как бы, я не думаю, что она будет долгая. Есть, правда, люди, которые меня пугают и говорят, что она тут такая не очень удобная и непростая. Но я думаю, что она, может, и непростая. Но, наверное, по времени-то не должно много занять. Вот. Но то, что я вышью все детальки, я на это рассчитывала. Но не получилось, не сложилось. Ладно, значит, будем дошивать позже. Вчера я занималась, много времени потратила на розыгрыш призов в нашем SP Life's Tony Creek, переписку с девочками. Сегодня вот уже часть посылок отправится к победителям. Так что были другие заботы. Я засекла, сколько времени у меня ушло на одну детальку. И, правда, честно говоря, на первую я не засекала. Это я, наверное, на третьей, да, на третье время засекла. У меня получилось где-то час двадцать. Я думаю, что первую деталь я вышивала дольше. Может быть, даже около двух часов. Потому что пока я как-то приноравливалась. Потом я сначала начала вышивать так, как написано в инструкции. То есть там два раза через бусинку проходишь таким путем. Потом я все-таки думаю, ну, попробую я вышивать так, как привыкла. Когда через бусинку проходишь один раз. Ну, так если представление такой классический бэкстич, да, вот примерно таким стежком. Ничуть не увидела, что хуже у меня как-то получается нормально. Решила вышивать таким образом, потому что так получается быстрее. Ну, а так в целом ничего сложного тут нет. Вышиваешь спокойненько по линиям. Конкретно в этом колокольчике, я не знаю, как в других, но конкретно в этом колокольчике рисунок достаточно простой. То есть здесь в каждой линии чередуется крупная бусинка и маленькая. Крупная-маленькая. Ну, нужно только следить там, с какой начинаешь, какой заканчиваешь, немножечко направление где-то. Но к четвертому лепестку уже как-то вообще практически все делаешь на автомате. Хотя мне становится скучно. Я поняла, что я не буду в любом случае покупать еще такие колокольчики, потому что мне уже надоело. Надоело в том смысле, что, ну, довольно-таки однообразно. Поэтому я все-таки люблю, когда что-то приходится менять. А здесь можно, конечно, растянуть этот колокольчик, вышивать его долго. Вроде работа маленькая, поэтому растягивать тоже не очень хочется. Вышивать подряд пять лепестков. Ну, вот для меня это утомительно в смысле однообразия. Вот так. Я вот здесь внизу уже отцепила эту саму деталь от окружающей основы, чтобы сделать вот этот бубенчик сразу подвесочку. Потому что я в процессе это делала. Когда доходила до сюда, делала. Набирала вот эти бусинки и бубенчик. И возвращалась обратно, чтобы не отдельно это крепить, а уже это у меня было, ну, как бы между делом. Ну, пока вот я их еще не вытаскивала, эти детальки. И действительно то, что деталька вот такая вот квадратная, да, с скругленными уголками, это облегчает вышивку. То есть я представляю, если бы деталька была вот с этими вот элементами выступающими, нитка все время бы цеплялась. И вышивая в данный момент мононитью, которая вложена в набор, она чуть потолще, чем та, которая есть у меня, я вышиваю в одну нить. Так рекомендовано в инструкции. Я решила попробовать и вроде нормально. То есть обычно я люблю все-таки в две нити пришивать бисер. Но здесь, ну, вроде бы неплохо в одну нить получилось. Решила так и оставить. У меня бывает, я иногда на некоторых работах вышиваю в одну нить, на некоторых две. По-моему, подвески от Новослободы, по-моему, я тоже вышиваю в одну нить. Если я сейчас правильно помню, давно не вышивала. Вот, ну, здесь тоже в одну нить нормально работает. Материалов всех хватает. Ну, пока у меня это выглядит вот так. Есть еще кое-что, что осталось в пакетиках. Ну, вот здесь вот так насыпано. Вот эти элементы, ой, вот эти вот элементы вроде как нужно использовать для подвеса. Хотя вроде бы нужно один использовать, но два лежит. Вот этих деталей, то есть вот эти пришивные стразы, их положено ровно то количество, которое понадобится. Ну, а всего остального вроде бы с запасом. По качеству бисер вообще у меня претензий нет к бисеру. Вот тут одно отбраковало только. А вот эти вот бусинки, они, ну, я не могу сказать, что они мне нравятся очень сильно. То есть, что они прям какого-то супер качества нет. Но если вот прям пытаться отсортировать хорошие, то мне кажется, хороших здесь будет совсем мало. Если, ну, так придирчиво к ним относиться. Поэтому я решила просто вот вышиваю как есть, практически не глядя. Ну, вот у меня есть тут тоже две штучки. Я как-то мне не понравилось, как они окрашены. Я их тоже отложила. Но в основном не обращаю внимания. И по итогу, когда оно вот уже здесь на вышивку смотришь, вроде бы все хорошо, все нормально. Ну, вот так. Надеюсь, что на следующей неделе я этот колокольчик завершу. Буду ли я его дошивать сегодня или отложу на чуть попозже, не знаю пока. В общем, вы поняли. С одной стороны хочется доделать, с другой стороны надоело. Так, ну, вот, в принципе, большую часть все-таки я сделала. Я не считала здесь по количеству, сколько у меня бусинок пришито за это время. Но я считаю, много сделала. Молодец. И обещала я вам показать прибрежный вид. И прибрежный вид выглядит у меня вот таким образом. Я чуть-чуть не дотянула до той цифры, до которой хотела. Я хотела добраться до 60% в этой работе. На данный момент у меня получилось 59,65. То есть буквально 0,35% я не добралась до заветной цифры. Но ничего страшного, будем продолжать и доберемся. Вышила я за эту неделю в пересчете на крестике 1471 крестик. Но здесь я вышивала довольно много, наверное, бэкстича все-таки в этот раз. Хотя я крестиков с полукрестиками тоже повышивала немало. Я полностью закрыла все, что у меня расположено ниже линии середины. Середина у меня где-то вот здесь расположена. То есть верхняя часть вот этой таблички. Вот где-то здесь этот центр идет. Ну, относительно, да, верх-низ. И у меня много было еще ниже не зашито. Ну, где-то бэка не хватало. Где-то крестиков, полукрестиков не хватало. Ну, тут в этой части в основном крестиков не хватало. Полукреста тоже. Вот здесь тоже полукреста не хватало. И бэка не хватало и здесь, и вот здесь тоже. Поэтому я постаралась закрыть все, что вот было ниже этой линии. Чтобы потом спокойно уже переставить раму и вышивать дальше. Единственный момент уже, когда вот вышивала в последний раз эту работу, обратила внимание, что здесь же у меня еще французские узелки. Французские узелки идут вот здесь, вот здесь. Точно, вероятно, еще вот здесь тоже они есть. И я подумала, может быть, их все-таки сделать сразу и потом уже переставить раму. Вот так. Вообще-то, конечно, я люблю французские узелки делать после завершения всей работы, после стирки. Может быть, конечно, и отложить их. Но, с другой стороны, возвращаться все-таки не очень хочется потом. Поэтому подумала, что, может быть, сделать сразу. Ну, ладно, я посмотрю, насколько у меня будет желание их крутить. В принципе, к грузелкам-то я отношусь хорошо. Там они, кажется, двух цветов, если я правильно помню, вышиваются. Не знаю, насколько заметно продвижение на этот раз вот в этой работе, потому что я вышивала прям вот везде. И здесь, и вот здесь, и вот здесь. То есть даже вот здесь какие-то крестики повышивала, потому что нитку дошивала. Поэтому, ну, мне кажется, вот здесь вот заметно. То есть то, что вот эти вот домики появились, да, вот этот вот, как его назвать, такой холм с домами. Как он правильно называется, не знаю. Здесь точно вот это как-то проявилось, по крайней мере, все. Стало более отчетливым. Здесь вот в этом море добавила еще другой цвет, то есть заполнила вот эти тоже пробелы пустоты. Я думаю, что заметно продвижение работы. В общей сложности на этой неделе я вышила 4669 крестиков плюс колокольчик. Вот, ну, как бы то, что там шивала, я не плюсовала. Так что результат в целом, мне кажется, получился хороший. Я довольна, и как-то особенно довольна, что продвинулась у меня, ну, я считаю, что неплохо вот эта работа. Что я закончила вышивать вторую букву вот в Стоник Рик. И это тоже как-то меня прям радует. В общем и целом, есть желание продолжать в том же духе. Надеюсь, что у меня все получится. Ну что ж, на сегодня это все. Прощаюсь с вами. Буду рада вашим комментариям по поводу моих работ. Что вам нравится, почему вы соскучились. Думаю, что вот в ближайшую среду я вам покажу свои покупки за последние пару месяцев. Наверное, где-то так. Так что скоро увидимся. Всего вам доброго. Пока-пока.